МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Под руководством Александра Савченко тренируются 15 полевых игроков и два вратаря. Но это не окончательный состав. Некоторые новобранцы еще не подъехали в стан команды. По словам главного тренера, в Москве будущие волжане заключают договоры с Федерацией хоккея, чтобы числиться там инструкторами, а играть в Зульянскую команду. Таков один из многочисленных шагов по спасению Волги и сохранению для нее прописки в Суперлиге российского чемпионата. «Мы сделали все возможное, чтобы команда зажила, выжила и продолжила свое, надеюсь, успешное шествие по турнирам и таблицам. Вариант, который мы предложили, мне кажется, был поддержан всеми. Команду спасли. Формирование руководящего состава практически завершено. Сейчас находится в стадии формирования бюджета, выплаты долгов». В нынешней Волге, конечно, остались и те, кто выступал за команду еще в прошлом сезоне. Среди них Рустам Тургунов. Сам хоккеист иллюзий не строит и говорит, что нынешний сезон для сильно обновленного коллектива будет очень трудным. Болельщикам надо быть готовым, что победы придут не сразу, но поддержка все равно нужна. «Я рассматриваю этот этап как новый вызов для себя. Есть возможность такая проявить себя в новом качестве. И вот будем работать и ребятам, тем, кто половина тут больше, не играли никогда в Суперлиге. Есть возможность проявить себя, показать». Вокруг таких, как Тургунов, и собирается строить новую Волгу Александр Савченко. Времени мало, а сделать надо много, говорит наставник. Но при этом уверен, поддержка болельщиков и властей поможет коллективу быстрее встать на ноги. «Ну, во-первых, надо собрать еще команду. Сейчас тут подъедут ребята, сегодня подъедут. Это первое – собрать, расставить по местам, определить их оплова, создать команду. Вот это первое – создать команду. Самое главное – создать команду». Две недели до первого крупного турнира группового этапа Кубка России. Он пройдет в Ульяновске с 15 сентября. До этого времени волжане будут тренироваться на большом льду. Работники «Волга Спортарены» постарались и приготовили лед на несколько дней раньше намеченного. Михаил Сашанский, Юрий Ломатов. Новость Ульянской правды.